Жители Лондона несут цветы к парламенту Великобритании, чтобы почтить память Джо Кокс, депутата Палаты общин от Либористской партии, убитая в четверг средь бела дня после встречи с избирателями в городе Берстл, в графстве Западной Йоркшир. Очевидцы трагедии рассказывают, что мужчина напал на Джо Кокс с криками «Британия превыше всего», а затем начал наносить удары ножом и стрелять. Эти люди постоянно нагнетают фанатизм, расизм, ненависть и нетерпимость. Им должно быть стыдно, потому что мы не являемся такими людьми. Именно за это и боролась Джо. Вот почему и я здесь сегодня. Депутат скончалась в больнице города Лидс от ранений, полученных при нападении. Джо Кокс был 41 год. У нее осталось двое детей. Она выступала за то, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. Политики со всего мира говорят, что шокированы убийством накануне референдума в Соединенном Королевстве. Мы тут не своими личными делами занимаемся, а отстаиваем интересы людей, которые избрали нас в парламент. И Джо относилась к этому очень самоотверженно. Парламентарий не может хорошо выполнять свою работу, только сидя в своем офисе в Эсминстере. Вскоре после нападения представители движения, выступающих за и против того, что у Британии покидала Евросоюз, сообщили о приостановке всех мероприятий компании в течение дня. Полиция задержала подозреваемого в убийстве. Это 52-летний Томас Майер. Его соседи говорят, что он всегда выглядел спокойным мужчиной и занимался садоводством. Сейчас следователи пытаются выяснить причину нападения. Продолжение следует...